Зарплата в 280 тысяч рублей или почти 3000 евро, бесплатное медобслуживание, а также страховка жизни и здоровья за счет федерального бюджета. Прокремлевские телеграм-каналы уже активно агитируют вступать в новый африканский корпус Минобороны России. Некоторые из них сообщают, что корпус формируется под патронатом ГРУ. Его возглавит Константин Мирзаянс, ставленник друга Путина Виталия Тимченко. Причем цель инициативы, фактически гибридную оккупацию, там даже не скрывают. О благотворительности речь не идет. Использование силового фактора в Африке должно приносить России не только политические, приход к власти дружественных правительств и режимов, военные, предоставление в безвозмездную аренду баз, аэродромов, пунктов материально-технического обеспечения ВМФ, но и экономические дивиденды, контроль месторождений золота, платины, кобальта, урана, алмазов, нефти, редкоземельных элементов и их разработка на взаимовыгодных условиях с африканскими партнерами. Из рекламы службы в Африканском корпусе в Телеграм-канале. Подобное отношение к независимым суверенным государствам для России норма, и страны Африки страдают от этого больше всего. Якобы для борьбы с влиянием Запада, а фактически для контроля над потоком ресурсов, российские наемники поддерживали военные перевороты или просто захватывали инфраструктурные объекты в Центрально-Африканской республике, Мали, Демократической республике Конго и Нигерия. И все это только за последние несколько лет. Примечательно, что даже названием Африканский корпус России отсылает к колонизации континента европейскими странами, что в самой Африке воспринимают крайне негативно. Здесь еще можно провести параллель с африканским корпусом Роммеля, действовавшим в Северной Африке во время Второй мировой войны с немецкой стороны. Существует множество исторических параллелей. И, конечно, это такой значительный гуманитарный провал. Конечно, его нужно использовать и поднимать на международных платформах, демонстрируя, что в экспансии России нет идеи, с чем она идет, что она приносит другим народам. Раньше такие задания выполняла ЧВК «Вагнер». После смерти Пригожина Москва попыталась подчинить себе африканскую инфраструктуру ЧВК. Однако, по данным Американского института изучения войны, эти попытки провалились. Поэтому теперь Кремль вынужден признавать наемников официально. Необходимость публичного оповещения о вербовке в российский африканский корпус подтверждает заявление инсайдерского источника о том, что попытка Минобороны напрямую нанять бывших сотрудников «Вагнера» для операций в Африке была в основном безуспешной. Из доклада Института изучения войны. В противовес российской неоколониальной политике Украина развивает с Африкой тесные взаимоотношения, основанные на партнерстве. Так, министры иностранных дел Украины и Танзании Дмитрий Кулеба и Джиньюари Макамба впервые провели телефонный разговор. Менее чем за год министр иностранных дел Украины посетил 12 африканских стран. А Максим Субх, специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке, анонсировал открытие новых посольств Украины на континенте.